Довольно много времени прошло с тех пор, как вышел Cyberpunk 2077 на консоли прошлого нынешнего поколения и ПК. Однако мне есть что про эту игру сказать, так как мне удалось поиграть в нее относительно недавно. Я все-таки планировал купить ее тогда, когда она выйдет уже полностью на PlayStation 5, когда появятся дисковые версии, однако судьба распорядилась немного иначе. И я сейчас прохожу эту игру на PlayStation 5, поэтому, скажем так, обзор будет сыроват с той точки зрения, что игра до сих пор не доделана до конца. Итак, разберемся, в чем проблема киберпанка, почему он так плох или наоборот, почему он хорош. Присаживайтесь поудобнее, вы на канале в красном, я Андрей, ну а мы погнали! Итак, наверное, хотелось бы начать с самого интересного, потому что баги, да, это то, чем славится Cyberpunk 2077 на консолях в основном. Не могу сказать за ПК, так как на ПК я не играю в принципе, но даже на 25 февраля я могу с точной уверенностью сказать, что, к огромному сожалению, игра все еще полна багов. Да, есть мелкие баги, по типу того, что персонажи дрыгаются, у них остаются предметы где-то летать в воздухе. Этим никого, по сути, не удивишь сейчас. Однако, к огромному сожалению, продолжаются вылеты, то есть стабильно раз в час игра вылетает. Это, к огромному счастью, есть сохранение, автосохранение в игре, поэтому это не то, чтобы прям критично. Сразу скажу, что нет. Баги, которые сейчас, в данный момент, на 25 февраля присутствуют в игре, это, в принципе, не критично. Но, опять же таки, я сужу по версии PlayStation 5. Я понимаю, что с PlayStation 4 разницы особой нет, так как там, по сути, разница лишь в картинке и частоте кадров. Однако, кто знает, может быть, на PlayStation 4 все гораздо хуже. Но, что там гораздо хуже, наверняка, это картинка, потому что я играю на PlayStation 5, и у меня просто создаются кучи вопросов о том, почему игра выглядит настолько плохо. Я понимаю, некоторые места в игре выглядят замечательно. Там есть условно проработанные, там, не знаю, те же стулья, например, в них прям отчетливо видна кожа. Или когда ты наедине с персонажем в замкнутом пространстве. Все замечательно, все красиво. Однако, стоит выйти в открытый мир, где все начинает блекнуть, потому что все выглядит отвратительно. Как будто это игра, я не знаю, может быть, это выглядит как GTA 5 на PlayStation 3. Хотя, иногда мне кажется, что GTA 5 на PlayStation 3 выглядела гораздо лучше. Когда ты ходишь по открытому миру, все действительно выглядит довольно-таки, не знаю, вроде бы и красиво. Но, с другой стороны, ты видишь, что перед тобой прямо прогружается дорога, пешеходы, машины. И это немножко удручает, тем более, иногда я еду по дороге, опять же-таки, на своей машине, и вижу то, что просто передо мной не прогружен город в принципе. А потом оказывается, что на самом деле там попросту мост, и это в река. По поводу графики, еще скажу, что в целом, что днем, что ночью, игра выглядит плюс-минус одинаково. Днем это прекрасное такое кибернетическое будущее, ночью это прям настоящий киберпанк. Здесь вопросов нет. Ну и давайте плавно двигаться по геймплею. В сюжет мы особо углубляться не будем, я постараюсь говорить без спойлеров. Если спойлеры будут, они будут не критичные, не переживайте. Изначально я хочу сказать, что на мое удивление, личное удивление, игра замечательно копирует, я бы сказал, Fallout. Потому что там есть группа навыков по типу взлома, силы, интеллекта и так далее. И все это отыгрывается на геймплее. То есть, условно, ты, имея определенную силу, можешь взломать дверь силой. Или, например, если дверь какая-нибудь электрическая, ты можешь при помощи того же самого, например, интеллекта, ее взломать. Кстати говоря, в отличие от Fallout'а, тут хотя бы есть какие-то эффекты. То есть, если ты силой открываешь дверь, он действительно открывает дверь силой, и это радует. Плюс ко всему, просто так угнать тачку чью-либо ты не сможешь, потому что они зачастую закрыты. И чтобы открыть ее, тебе также потребуется тот или иной навык. И помимо этого, в разговорах точно так же могут участвовать те же самые навыки. Если у вас есть условное красноречие, то, поздравляю, вы можете что-нибудь сказать. Или если вы техник, то вы также можете поддержать беседу, если это касается какой-то техники. Ну, я думаю, что в Fallout многие играли и понимают, что я сейчас имею в виду. То, что это копирует Fallout, ну, я не скажу, что это плохо. В Ведьмаке было нечто подобное. Поэтому я не думаю, что это прям копирка. Это скорее приятное заимствование. И мне это нравится. Это действительно очень здорово. Плюс ко всему, в самом начале игры нам дается выбор как бы класса. То есть, кем мы изначально были. Дитя улиц, например, или работали на корпорацию. Их всего три. Но и по сути, этот выбор практически ни на что не влияет. Просто в некоторых, скажем так, диалогах мы сможем выбрать то или иное действие, если относились к тому или иному якобы классу. Если говорить про окружающий мир, то на самом деле тут все 50 на 50. Потому что где-то, например, мусорные мешки сломать абсолютно нельзя. Они как камни стоят. Где-то при всем при этом можно разбомбить самые маленькие вещички. И это тоже радует. Что не порадовало, это очень много текста, которые, ну, по сути, по-хорошему надо бы читать, да, чтобы погружаться в лор. Однако, к огромному сожалению, текста очень много. И это не совсем интересно. Вот ты ходишь по миру и собираешь всякие диски. И, собственно, их считываешь. Еще, наверное, хотелось бы сказать про трафик. На самом деле, меня удивило то, что в городе максимальный минимум машин. То есть, если вы ходите по городу, то вы видите очень мало людей и очень мало автомобилей. То есть, город практически пустой. Я понимаю, что сейчас это связано скорее с тем, что для PlayStation 5 не сделали next-gen версию. То есть, мы играем, по сути, в версию PlayStation 4 просто 60 кадрами. Однако, это, конечно, очень и очень сильно огорчает. Что еще хочется сказать? Это то, что у нас есть оружие. И его, к сожалению, очень мало. Очень мало разновидностей. То есть, парочка штурмовых винтовок. Парочка пистолетов-пулеметов, которые тоже как штурмовые винтовки. И парочка пистолетов. Хотя, пистолетов, конечно, больше число, чем хотелось бы. Потому что хотелось бы, по большей части, больше автоматов. Ну и, конечно, снайперские винтовки тоже завезли. Однако, я все-таки недоволен тем количеством пушек, которые в игре есть. Ну и пару слов про броню. То есть, у нас есть обычная одежда. Ее можно прокачивать, улучшать. На это все нужны определенные навыки, как в том же Fallout'е. С которым я, наверное, не устану сравнивать. И, в принципе, время от времени, конечно, вы будете либо находить какую-то одежду. Которая будет лучше или хуже. В которую можно будет тоже вставлять импланты определенные. Которые будут давать всякие определенные перки. Но, тем не менее, скажу, что одежды довольно-таки много. Не вся она прям красивая. И, по факту, ее видеть вы практически не будете. Только, если вы будете играть с видом от третьего лица во время движения на том же мотоцикле. В остальном, игра идет от первого лица. Поэтому, наверняка, вам будет все равно, во что одет ваш персонаж. Собственно, в этом нет ничего плохого. Можете нацепить на него хоть трусы с лифчиком. И вам будет, по факту, все равно. Главное, прокачивайте свою броню. Потому что, опять же-таки, заходя в любой магазин, вы всегда будете видеть броню лучше, чем есть у вас. В том плане, что она будет больше защищать. Но, при всем при этом, вам можно ее и прокачивать. Ну и, разумеется, я думаю, что все понимают, что разнообразные вещи можно, или тот же мусор, разбирать и получать с него детали, которые после этого пойдут на улучшение тех или иных вещей. Это стоит тоже держать в голове. И, понятное дело, что эпические вещи потребуют эпических деталей, которые тоже не всегда можно где-либо найти. Также немножко расскажу про самое основное, что, к сожалению, как и в Фоллауте, порой приходится избегать. Это стрельба, потому что зачастую ты, по факту, можешь все пройти по стелсу. Это радует. Хотя, конечно, на среднем уровне сложности, как я считаю, враги все-таки слегка глазастые. Но это, наоборот, хорошо. Потому что, если взять тот же Assassin's Creed, если ты подойдешь сбоку к врагу, то он тебя не заметит. В киберпанке же он порой чуть ли не с глазами на затылке стоит. И это хорошо. Есть также всякие взломы, о них мы поговорим чуть позже, но пока про оружие. Стрельба в этой игре мне, ну, колоссально понравилась. Она очень приятная. Оружия действительно много, хотя зачастую оно практически одинаковое, как, собственно, и автомобили в игре, потому что я удивился, но по дорогам, ну, скорее всего, это из-за багов, ездят в основном одинаковые машины. Хотя, если посмотреть автопарк именно Киберпанка 2077, мы можем увидеть, что машин действительно много разнообразных. Но по дорогам, как я уже сказал, ездят не просто одинаковые машины, да еще и с одинаковым цветом. Так вот, вернемся к стрельбе. Она здесь замечательная. Я считаю, оружие прям чувствуется. Есть холодное оружие. Всего в слоте три пушки, то бишь две какие-то пушки, и, например, та же условная катана. Хотя никто не запрещает взять все три холодных оружия, или, наоборот, все три огнестрельного оружия. Есть и термические всякие оружия, то есть, как в том же, напомню, Фоллауте. Есть возможность крафтить оружие, есть возможность улучшать оружие, что тоже очень радует и тоже, к сожалению, напоминает Фоллаут. Хотя, на самом деле, в этом нет ничего плохого. Я считаю, это просто хорошее, грамотное позаимствование. И в чем, по сути, смысл вот этого улучшения оружия? Ты можешь любое оружие огнестрельное сделать нелетальным. То есть, враги, как бы они будут обезврежены, но не будут умирать от твоих выстрелов. Не могу сказать, на что это толком влияет, но, тем не менее. Но, зачастую, конечно, приятнее проходить игру по стелсу, хотя хочется иногда пострелять, потому что, опять же таки, я повторюсь, в игре очень приятная стрельба, и это очень здорово. Хотя, конечно, зачастую враги умирают очень долго. И, понятное дело, здесь также все завязано на уровне персонажа. Ну и плавно подберемся к уровню персонажа. Здесь у нас, опять же таки, за каждый уровень нам дается репутация, нам дается уровни, мы можем вкачать силу, там интеллект и все остальное. Плюс есть и навыки, которые мы также можем вкачать. Зачастую эти навыки пассивные, что, конечно же, хорошо. Есть, конечно же, и активные, такие, как, например, прыжок с высоты на врага. Ну и все в этом духе. На самом деле, честно скажу, есть привкус фоллаута в Киберпанке 2077, потому что, когда ты играешь, ну, по сути, ты правда видишь какой-то фоллаут просто в мире именно Киберпанка 2077 года. Но это не портит игру, я бы сказал, потому что те же аптечки, то есть ты также можешь зайти в инвентарь в любой момент выбрать все, что тебе необходимо. Ну и это здорово, ты можешь все продавать, и куча торговцев разнообразных, можно улучшать свои импланты, которые у тебя есть, всякие скрипты, то есть ты, я бы сказал, кто-то вроде киборгов, ну, потому что в 2077 году там почти уже все киборги, и по факту есть возможность себя улучшать каким-то образом, то есть, например, ты можешь ставить себе особый имплант, который даст тебе возможность управлять рикошетами пуль от оружия, ну и так далее. Их на самом деле очень много, и прям подробно я не думаю, что есть смысл на них останавливаться, потому что каждый в любом случае это все подстраивает под себя, и перейдем немножко дальше. Например, те же квесты, их просто огромнейшее множество, на самом деле мне сначала это утомляло тем, что куда бы ты ни пошел, ты просто идешь по улице, тебе звонят, предлагают квесты, идешь, тебе снова звонят, предлагают квесты, тебе пишут сообщения и предлагают квесты. Плохо это нет, наоборот хорошо, потому что игра наполнена действительно чем-то интересным. У нее и в принципе, я бы сказал, не только сеттинг, но еще и форм-фактор такой, что тебе можно разнообразными путями решить ту или иную проблему, пройти ту или иную миссию, где-то ты можешь пойти на пролом, где-то по стелсу, где-то договориться, где-то пролезть вообще в окно, например. Также есть управление машинами, и спасибо, огромное спасибо CD Projekt Red за то, что они сделали нормальное управление автомобилями, не как это делает Ubisoft в их Watch Dogs, где это сплошное издевательство над игроком, это просто было неудобно. В Cyberpunk все замечательно, если хочется, можно с видом от первого лица ездить, если захотелось, поставил вид от третьего лица. Все как положено, хотя сама игра, разумеется, проходит именно исключительно с видом от первого лица. Однако, что меня огорчило, очень сильно огорчило, миникарта максимально приближена, то есть, если в той же GTA она достаточно отдалена, чтобы ты мог понимать, где какие повороты и когда поворачивать, то в Cyberpunk я постоянно проезжаю повороты, потому что, ну вот, они отвратительно ее сделали. Я считаю, что раз уж у них с этим Cyberpunk, можно было придумать что-то по типу того же Watch Dogs, где у тебя прямо на дороге появлялась линия, по которой необходимо ехать, потому что, когда ты играешь, мне, например, неприятно отвлекаться на миникарту, по той простой причине, что мне хочется... Да, я понимаю, что Cyberpunk до сих пор не красивая игра, и она пока что выглядит еще не очень, но давайте вспомним о ПК игроках, которые наслаждаются красотой этой игры. По сути, я хочу все-таки ехать по какой-нибудь стрелочке, ну, киберпанк, в конце концов. Но, опять же таки, я не против использовать миникарту, но они ее приблизили очень сильно, и, к огромному сожалению, отдалить ее абсолютно никак не получается, как бы ты ни старался, но потому что в настройках игры этого попросту нет. Немного поговорим про диалоги. Они меня отчасти расстроили, потому что... Сначала скажу то, что диалоги очень долгие, их очень много. Нет, это неплохо, это нормально, вполне себе, ты узнаешь персонажей, узнаешь лор игры, ты проникаешься персонажами, это здорово. Но вот что плохо, это варианты выборов. Я играю, сразу скажу, с русской озвучкой, потому что, ну, мне не особо охотно читать субтитры, пока я играю, потому что не всегда есть такая возможность, бывают некоторые сцены, которые не позволяют просто-напросто читать субтитры. И плюс ко всему, зачем мне что-то лишнее на экране? Так вот, почему меня немножко расстроили диалоги? Если мы вспомним Бедемака, то какой бы побочный вариант диалога ты не выбрал, который ни на что не влияет, а просто является обыкновенным вопросом, что бы ты не выбрал после этого, всегда речь устаканенная. То есть, тебе не кажется, что он это должен был спросить раньше или позже. Все идеально подстроено. В киберпанке этого нет. Ты можешь сначала что-то спросить, а потом условно поздороваться. И это, ну, правда, выглядит так себе на самом деле. Но, честно говоря, я на это особо жаловаться не хочу, просто как факт я об этом сообщил. Что еще хочется по геймплею сказать? На самом деле, мне действительно интересно в это играть, потому что сюжет развивается интересно. В целом, игра выглядит довольно-таки приятно, скажем так, если не брать графику в условия. И баги, которые сейчас присутствуют, они, по сути, не портят прохождение. То есть, единственный раз, когда мне пришлось из-за бага выключать игру, это когда я врезался в фламинго по миссии. И, к огромному сожалению, машина застряла. И персонаж просто-напросто отказывался из него выходить. В остальном, все баги не критичны, да, там бывает, что кто-то сидит и встает одновременно. Но, на самом деле, это, опять же таки, можно пережить. В этом нет особо ничего плохого. В игре, на самом деле, очень много разнообразных побочных квестов. Абсолютно все, что есть в городе, к этому можно подойти, как-то провзаимодействовать, ну, практически ко всему. То есть, везде тебя что-то поджидает. Бандитские группировки, которые можно уничтожить и, по сути, сдать полиции. Также я совсем забыл упомянуть про сканер, который у нас есть, который позволяет взламывать камеры, позволяет взламывать врагов. То есть, это уже такая, знаете, отсылочка на Watch Dogs идет, потому что, благодаря этому, мы можем, собственно, перехватить управление камерой, мы можем, например, отвлечь врагов, как-то их ударить током, к примеру. Иногда это помогает, чтобы проходить игру по стелсу, мы можем их взять условно в захват после этого и либо летально уничтожить, либо нелетально. Ну и понятное дело, что не присутствуют только люди, есть киборги, есть роботы разнообразные и для всех для них есть свои типы урона. Поэтому, ну, опять же таки, тут все очень напоминает Fallout, о котором я вспоминаю уже далеко не, наверное, в третий раз. Ну и вкратце, наверное, такой небольшой итог, что я хотел бы сказать про Cyberpunk. К огромному сожалению, да, игра сейчас максимально сырая. То есть, даже на PlayStation 5, имея стабильные 60 кадров в секунду, игра выглядит отвратительно. Текстура действительно какого-нибудь, я не знаю, 2013 года. И при этом, при всем, она имеет баги, она имеет свойство вылетать, хотя это пусть и не особо критично, потому что происходит не так часто. Но, конечно, в идеале, если вы владеете консолью PlayStation 4, но на самом деле, я не знаю, как там в этом можно играть, потому что даже на PlayStation 5 игра выглядит максимально отвратительно. Это не уровень 2020 года, и уж тем более не 2021. Но если брать ПК-версию, которую, к сожалению, я не рассматривал, потому что, опять же таки, я не играл на ПК в Cyberpunk, но все говорят, в основном, что там все максимально стабильно, максимально красиво. Я с этим спорить не буду, но, опять же таки, на каких-нибудь мощницких видеокартах и процессорах. Мы же все-таки с вами люди консольные, в основном, в основном, я надеюсь, или я так считаю, поэтому, опять же таки, кому как, на PlayStation 4, да, это было бы тяжеловато, на PlayStation 5, в принципе, играть можно, и даже комфортно, я бы сказал, если не придираться графике, если на нее вообще плевать, то игра шедевральная, я бы сказал, практически шедевральная, опять же таки, тут каждому свое, кому-то что-то нравится, а кому-то что-то нет, и в целом, я бы поставил киберпанку, ну, твердую, семерку с половиной, она ее заслуживает, если мы закроем глаза на баги, на вылеты, и на то, как выглядит плохо картинка, если бы картинка выглядела хорошо, не было бы багов, я думаю, стабильные 8,5 баллов, игра бы точно заслужила, это прям 100%, тут CD Projekt Red сделали все хорошо, ну, и как бы, опять же таки, Night City, наш город, в котором все это происходит, ну, город, по сути, большой, довольно-таки, хотя и кажется, на самом деле, что он крайне узкий, крайне маленький, но это не так, потому что даже во многие здания, дома можно попросту зайти, и это тоже очень радует, ну, а на этом, я думаю, можно закончить, всем спасибо большое за просмотр, всем удачи, друзья, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok